Маленькая девочка Вам понадобится провод, у которого сердечник состоит не из множества мелких проводков, многожильных, а там, где есть сплошная толстая проволока, в идеале двужильная, его тогда можно даже не разделять. Чтобы проверить, подойдет ли вам провод, попробуйте его согнуть и разогнуть, он должен хорошо держать форму. Мне попался трехжильный провод, как есть он слишком толстый, поэтому я сниму верхнюю изоляцию и буду использовать один из трех внутренних тонких проводков. После того, как всю внешнюю изоляцию сняли, отделяем один из проводов, с ним и будем работать. Для начала распрямляем провод, чтобы он не скручивался в кольцо. Для одной короны мне понадобилось около двух метров провода, он обычно продается на отрез. Начинаем формировать корону. Кончик провода загибаем плоскогубцами. Далее берем шаблон нашей короны и выгибаем проводку, чтобы она ложилась на шаблон. На всех острых углах помогаем себе плоскогубцами. Не пугайтесь, если вдруг прищемите изоляцию плоскогубцами и оставите след. Мы будем покрывать корону клеем и огрехи будет не видно. Шаблон короны я оставлю в ссылке под видео, как обычно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» По моему шаблону достаточно сделать пять пик на короне. Изначально, как вы видите, я сделала шесть, но этого оказалось много. Корона будет слишком большая даже для взрослого, и лишнюю пику пришлось потом отрезать. Заканчиваем наше гнутье и витье такой же петелькой, как и в начале. Обрезаем кусачками край проволоки, чтобы у нас были симметричные петельки. Берем одну из оставшихся жил нашего провода, примеряем к короне и обрезаем на нужной длине. Она должна встать точно между петельками. Теперь сгибаем нашу заготовку короны, стараясь сделать ровную окружность. Точную форму можно будет придать попозже, по голове. Аналогично сгибаем вторую палочку. Теперь берем нитки и приматываем заготовки друг к другу в местах соприкосновения. Особенной прочности тут не нужно. Это просто, чтобы проще было потом клеить. И так, после примерки выяснилось, что корона великая. Я отрезала одну секцию, их осталось пять. Это оптимальное количество и для взрослого, и для ребенка. Теперь добавим еще одну жилу провода снизу, для повышения прочности короны. Выгибаем наш отрезок по окружности и также приматываем нитками. Теперь берем клеевой пистолет и начинаем покрывать корону клеем. Сначала проходимся по местам, где приматывали друг к другу провода нитками. Нужно покрыть место соединения со всех сторон, чтобы нитки нигде не было видно. Обязательно закройте клеем обрезанные кончики проволоки, чтобы они не поцарапали вашу принцессу в процессе носки короны. После того, как все места соединения проклеены, начинаем чисто декоративную отделку. Хаотично проходимся клеем по всей поверхности короны, делая небольшие потеки тут и там. Как раз в этот момент вы можете закрыть какие-то помятости и дырочки в изоляции, которые остались от плоскогубцев. Проходимся по короне сначала снаружи, а потом внутри. На центральной секции короны я буду ставить камень, для него нужна площадка. Снова беремся за нитки и обматываем крест-накрест центральную секцию, а потом покрываем нитки клеем. Получившуюся корону красим, естественно в золотой цвет. Не забудьте покрасить снизу. После того, как краска хорошо просохнет, корону можно задекорировать камушками. Я купила стразы для творчества, у меня много разных цветов. Особенно хороши с золотом, красные и прозрачные. Начнем с центрального камня, а потом приклеиваем камушки помельче, на все места соединений, ну и вообще куда понравится. Все камушки я клеила на клеевой пистолет. Наша корона готова. Это очень быстрый вариант, не считая времени на просушку краски, ее можно сделать буквально минут за 20. А если не сильно изощряться с выгибанием острых уголков на шаблоне, то еще быстрее. Но как быть, если провода и краски в баллончике под рукой нет? Для такого случая я покажу вам второй вариант короны. Для второй короны я вырезала заготовки из фуамирана и ткани. Промазываем фуамиран клеем ПВА и склеиваем с тканью. Подгибаем край ткани, чтобы не торчал снизу, и соединяем корону в кольцо. Третью заготовку вырезаем из картона, можно даже из кусочков. Также промазываем клеем ПВА и наклеиваем внутрь нашей заготовки. Промазываем все клеем ПВА изнутри и снаружи и оставляем хорошенько высохнуть. Для прочности можно дополнительно укрепить корону плоскими палочками. Я клеила наклеиваю пистолет. Палочки наклеивала на все пики короны. Обрезаем торчащие части. Остатки палочек я дополнительно наклеила на короткие выступы короны. Сдекорируем внутреннюю часть короны. Надо же как-то закрыть все эти палочки. Для этого я взяла кусочек фоамирана и наклеила на нашу заготовку изнутри. Ждать высыхания ПВА не хотелось, и я склеила на клеевой пистолет. Но, честно говоря, ПВА в данном случае был бы лучше. Теперь обрезаем наш фоамиран по форме заготовки. Если на этом этапе вы обнаружите, что кончики пик расслаиваются, можно подклеить их горячим клеем перед окончательной подрезкой. Окончательно подклеиваем все стыки. По нижнему краю короны приклеиваем витой шнурок. Для отделки короны я взяла кусочек толстого фоамирана и вырезала из него разные вензелечки. Такие тонкие детали лучше всего вырезать маникюрными ножницами. Чтобы наши вензеля смотрелись более выразительно, прорисовываем лезвием ножниц или кончиком пилки для ногтей центральные жилки, делая более выразительный рельеф. Примеряем и приклеиваем наши вензеля на заготовку короны. Наконец, нашу заготовку можно раскрасить. Вначале я взяла золотую акриловую краску, но цвет мне не понравился, и я решила перекрасить ее в бронзовый цвет. Мой взгляд смотрится благороднее. И вот тут вы, кстати, можете воочию наблюдать, в чем разница между хорошими, дорогими и дешевыми акриловыми красками. Краска от Гаммы прозрачная. Чтобы сделать плотный тон, нужно было бы 4-5 слоев, а итальянское поликолор закрашивает с одного слоя. После высыхания краски декорируем нашу корону камушками по своему вкусу. У меня полукруглые декоративные жемчужинки, мелкие стразики и все те же сердечки и звездочки. Этот вариант короны хорош тем, что камушков на нее можно наклеить очень много и можно привлечь к выбору цвета и рисунка детей. Наша корона готова! Субтитры создавал DimaTorzok Итак, сегодня я показала вам, как сделать корону для маленькой принцессы. Честно говоря, видео это у меня получилось совершенно незапланированное. Я хотела отснять его ближе к концу года, когда будет сезон праздников, утренников, и тема карнавальных костюмов, наверное, более актуальна, чем сейчас. Ну, так вышло, что мне самой срочно понадобилась корона. У моего сына праздник по случаю окончания первого класса. На момент, когда выйдет это видео, я думаю, он уже пройдет, и я надеюсь, что успешно. И я подумала, что в конце концов тема праздников не ограничивается Новым годом. Возможно, ваша дочь давно просила об образе принцессы на свой день рождения, или вы сами хотели сделать фотосессию в сказочном стиле. Для всего этого подойдет вот такая вот красивая самодельная корона. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал на YouTube. Вот где-то здесь я оставлю ссылочку на оформление подписки. Ну, а на сегодня это все. Всем пока! И корона мне не жмет.